Здравствуйте! В эфире передача Актуальность сегодня. В этом выпуске будем говорить о непростой ситуации, которая сложилась по итогам саммита организации договора коллективной безопасности. Саммит в Астане завершился несколькими днями ранее, но представители официального Еревана, которые откровенно недовольны его итогами, считают, что внутри ОДКБ есть проблемы, которые должны быть решены. Более подробно тему обсудим с главным редактором российского журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко и помощницей президента Международного фонда «Евразия Пресс» Анастасии Лавриной. Здравствуйте, Анастасия Ханум! Здравствуйте! Здравствуйте, господин Коротченко! И я предлагаю, Анастасия Ханум, с вашего разрешения начать с Игоря Юрьевича. И первый вопрос мы адресуем ему. Игорь Юрьевич, я хотел бы вот в первую очередь узнать, есть ли на ваш взгляд проблема в ОДКБ? О чем говорит в данном случае армянская сторона, которая считает, что проблема есть, ее надо решать? Согласны ли вы с тем, что в ОДКБ есть какая-то проблема? В ОДКБ никаких проблем нет, кроме единственной проблемы – действия официального Еревана, которые привели к удару по репутации этого военно-политического союза ввиду попыток Пашиняна возбудить уголовное дело против тогдашнего генерального секретаря ОДКБ, и результатом, в принципе, стала вся почка развития событий. Давайте представим, мог бы Пашинян действовать таким образом, если бы, к примеру, у Армении был бы какой-то поставленный сотрудник с какой-то другой международной организацией. Ну, например, в штаб-квартире НАТО или еще где-то. Наверное, нет. А здесь абсолютно бесцеремонные, в революционном духе вот такие вот решения, которые, кроме удара по репутации ОДКБ, ну и самого Еревана, ни к чему не привели. Естественно, что в условиях, когда Армения отозвала свою кандидатуру с фоста Генсека ОДКБ, встал вопрос о замене представителя Армении на представителя следующей по алфавиту страны, членов ОДКБ, на представителя Республики Беларусь. И как бы это решение было консенсусно, фактически поддержано всеми руководителями стран, членов ОДКБ, кроме господина Пашиняна, который по-прежнему хотел продавить, исходя из собственных политических предпочтений и поддержки своего ренома внутри Армении накануне дня очередных парламентских выборов, по-прежнему кандидатуру Еревана. Естественно, это встретило резко отрицательное отношение со стороны, ну по крайней мере мы можем, судя по публичным заявлениям, со стороны Казахстана и Беларуси. И в этих условиях, вместо того, чтобы играть конструктивную роль, понять свои ошибки, извлечь из них какие-то уроки, официально Ереван начинает, извините за сленг и бочку на ОДКБ, говоря о каких-либо проблемах внутри этой организации. Хотя на самом деле все проблемы, которые были, они инициированы были лично Пашиняна, он должен нести личную политическую ответственность и, разумеется, не допускать подобного рода заявлений официального спикера армянского МИДа. Грубо говоря, Армения не хочет признавать свои ошибки, по-прежнему ведет себя настырно, некорректно и, разумеется, это не идет на пользу имиджа ОДКБ. Следующий вопрос я хотел бы адресовать Анастасия Ханум и вам, и господину Коротченко, но начнем Анастасия Ханум с вам. Вот мой первый вопрос, в данном случае вопрос касается того, официальный Ереван, который говорит о проблемах внутри ОДКБ, скорее всего имеет в виду, точнее они откровенно на это намекают, да, они имеют в виду поставки вооружения в Азербайджан со стороны Белоруссии и России в частности, да, они считают, что если уж они в одной организации, это союзники, то это есть неправильно. И мне хотелось бы узнать ваше мнение, насколько далеко Ереван в данном случае может пойти, потому что есть мнение, что вот эти капризы, вот это недовольство Еревана в рамках ОДКБ, это как бы попытка официального Еревана надавить таким образом, вот это недовольство проистекает именно вот этими вопросами продажи оружия. Как далеко Ереван в этих вопросах может пойти? Здесь стоит, во-первых, задать вопрос, на кого именно и каким образом Ереван пытается надавить, вообще о чем он думает, проводя подобную политику. И это, в принципе, сейчас то, что вы говорите, это можно прослеживать в различных СМИ Армении, в том числе в различных научных работах, которые публикуют в Армении, где открыто говорится о том, что то, что сделал Пашинян, он якобы поставил ОДКБ перед фактом и изложил армянские интересы, к которым стоит прислушиваться. Но при этом они замалчивают, вероятно, для того, чтобы не озвучивать правдивую ситуацию, которая там сложилась, что же на самом деле произошло. Пашинян своим подобным поведением, он просто пытается показать свою некомпетентность как человека, с которым стоит вести переговоры и о чем-то говорить. Он отзывает человека, который был назначен. Он пытается назначить нового человека с учетом того, что до конца исполнительного срока и факта, чтобы человек был назначен из Армении, остается практически год. За этот год, явно, как и было отмечено президентом Казахстана во время этого заседания, невозможно будет для нового представителя просто суметь встретиться со всеми участниками объектов, все страны, войти в курс дела, для того, чтобы он стал настоящим представителем, который может представлять интересы. Для этого нужно как минимум год, чтобы просто войти в ситуацию, а уже потом начинать действовать. Сейчас же Пашинян, он своими действиями до этого, то, что он делал, он привел Армению к тому, что она зависла просто. Она не знает, как идти дальше, она не знает, в каком направлении ей двигаться. И сейчас Пашинян ставит перед риском саму Армению, ее позиции дальнейшей в УДКБ. Если она теряет свою позицию, если она теряет возможность правильно выражаться, иметь диалог с другими участниками, то о какой дальнейшей поставке оружия она может сейчас говорить. Спасибо, Анастасия Ахану. Мы сейчас, господин Коротченко, ваше мнение тоже хотели бы взять по этому вопросу. Как вы считаете, как далеко Армения может пойти в своих капризах по этому поводу, что она недовольна поставками вооружения в Азербайджан со стороны Белоруссии и России? Есть мнение, что УДКБ из-за этого создает проблемную ситуацию? Я хочу сказать, ведь мы поставляем оружие не только Азербайджану, мы поставляем оружие и Армении. Причем достаточно хорошее оружие. Но если Азербайджан платит за российское оружие реальными живыми деньгами, Армения получает все это в кредит, который, по всей видимости, не сможет отдать в ближайшие 20-30 лет. Практически мы, если будем называть свои вещи, бесплатно им даем под обещание вернуть кредит, который они вернут или не вернут, мы не знаем. Поэтому вместо благодарности, вместо элементарного уважения к России, к стране, которая реально помогает Армении в экономическом развитии, в финансовом плане, в плане предоставления реальной военной помощи в виде поставок российского оружия, вот идет такая, мягко говоря, деблагодарная позиция официального Еревана. Поэтому, чтобы сегодня не говорили, что причины подобного рода поведения Армении лежат якобы в том, что она недовольна поставками белорусского и российского оружия в Азербайджан, это не так. Прежде всего, это отсутствие политической культуры среди тех людей, которые путем Средной революции пришли ко власти. Они новички в политике, они делают грубые и непростительные ошибки. А там много людей, которые прошли школу Сороса. Мы знаем этих людей, и, разумеется, ничего хорошего они Армении и армянскому народу не принесут. Но вот это вот, извините, революционный настрой, желание радикальным образом решать проблемы и привели к той ситуации, которая сегодня возникла. Давайте скажем, Армения поставила ДКБ на грязь достаточно острого кризиса, к стране, которая действует подобным образом, мягко говоря, как слон посудной лавки. Мы не должны входить в обстоятельства господина Пашиняна. Пусть господин Пашинян входит в обстоятельства ДКБ. Если бы он хотел сделать рокировку в руководстве ДКБ, он мог бы действовать по-иному, путем предварительных консультаций, путем обращения к лидерам страны ДКБ с объяснением ситуации. Сначала он нанес ущерб, репутацию ДКБ, возбудив уголовное дело против генерального секретаря, а теперь пытается продавить вновь свою кандидатуру. Еще раз подчеркиваю, вместо того, чтобы заниматься, знаете, такими словесными батлами, не до Армении следовало бы все-таки проявлять элементарную дипломатическую мудрость, а лучше промолчать. Потому что иногда промолчать лучше, чем говорить. И здесь именно такая ситуация. Господин Городченко, я хотел бы вам задать еще один такой вопрос. Дело в том, что вот эта непростая ситуация в ДКБ, она создала напряженность между странами ДКБ и Армении. В частности, была встреча господина Лукашенко, президента Беларуси, с послом Азербайджана в Беларуси, в Минске. И господин Лукашенко, он рассказывал в том числе о саммите ДКБ, о итогах ситуации вокруг генерального секретаря и так далее. И на это последовала очень жесткая реакция со стороны МИД Армении, которые посчитали и слова, и такой формат общения со стороны Лукашенко, президента Беларуси, некорректно. И хотелось бы узнать ваше мнение, насколько вот эта напряженность может, докуда она может дойти? Ну а в чем, собственно, претензии к Лукашенко? Что он сделал такого? Все главы государств время от времени встречаются с послами, информируют о их текущих событиях, рассказывают свое зрение, видение в развитии тех или иных политических процессов. Ничего некорректного в адресах мнения и господина Пашиняна Лукашенко не сказал. Он просто рассказал ситуацию. Там не было ничего антиармянского. Это надуманные обиды Еревана. Понимаете? Я внимательно посмотрел вот эту встречу. Лукашенко встретился с азербайджанским послом, обсудил с ним текущую военно-политическую ситуацию, в том числе в контексте УТКБ. И что здесь такого? В данном случае, еще раз говорю, позиция и реакция армянского МИДа, она абсолютно неадекватна. Еще раз говорю, все это не идет на пользу ни российско-армянским отношениям, ни ситуации внутри УТКБ. Нам надо скорее пережить этот кризис, назначить в декабре новым генсеком представителя Белоруссии и дальше спокойно работать над тучной расширением формата УТКБ, тем более, что были приняты документы, согласно которым вводятся уже юридические понятия партнера и другие форматы взаимодействия с УТКБ тех стран, которые туда пока не входят. Анастасия Харм, вы меня слышите, да, сейчас? Слышим. Да. Следующий вопрос, опять же, я адресую вам. И мне хотелось бы, чтобы высказались по такому поводу. Дело в том, что чем больше углубляется вот эта напряженность, эта ситуация, недопонимание, которое есть между Арменией и странами УТКБ, тем больше в Армении говорят, особенно в последнее время очень много говорят, о закупках американского, сейчас уже шведского какого-то вооружения, самолетов и так далее. Насколько, на ваш взгляд, реалистична такая идея? Армения вообще сама понимает, на какие средства она собирается закупать, это вооружение? Если в случае с Россией, при закупке Россия предоставляет какой-то кредит, то в случае с Америкой или с европейской какой-то страной, или вообще с кем-либо, на каких условиях и вообще с какой стати Армении стоит предоставлять кредиты, и как она собирается их возвращать? Любая страна, любой политолог, экономист, который посмотрит на сложившуюся экономическую ситуацию в стране, поймет, что на протяжении многих десятилетий Армения не будет в состоянии выплатить обратно эти займы, на которые, возможно, она рассчитывает. И для самой Армении, когда она может громко кричать о том, что она закупит оружие у Соединенных Штатов, у кого-либо другого, но в реале она должна понимать, что закупка оружия со стороны, и плюс ко всему ее нынешнее шаткое положение в ЛДКБ, к чему это приведет в дальнейшем? Вообще, если мы посмотрим на Пашиняна, когда он пришел к власти за этот период, он, во-первых, усугубил еще большую политическую ситуацию страны на мировой арене, охладил взаимоотношения как экономические, так и политические с Россией, до конца вел страну впутанные отношения с Западом, не сказать, что стабилизировал взаимоотношения с Америкой, и сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда Армения потеряла свою весомость, и, так сказать, свое положение в ЛДКБ. Из других международных организаций кто-то отзывается, кого-то они пытаются отправить, то есть пришел один человек, пришел он при помощи уличной толпы, и сейчас он думает, что в любых международных структурах он может действовать так же. Он может кого-то отозвать, кого он хочет, тут же предложить новую кандидатуру, и обязательно, чтобы его одобрили. В случае, если этого не происходит, Армения начинает винить либо Азербайджан, либо начинает обвинять другие страны в том, что они потакают Азербайджану, или же они начинают обвинять другие страны, что не выделяется достаточная поддержка для демократического развития общества в Армении и для ее экономического развития. Поэтому приходят к таким возгласам, что они могут закупать оружие у других стран, что они могут военно как-то стабилизировать страну. Но как страна может стабилизироваться военно, если у нее нет ни политической стабильности на сегодняшний день, ни экономической? Практически та роль, которая должна выполняться парламентом, она не выполняется. На мой взгляд, это вообще не стоит рассматривать, что Армения пытается или будет закупать вооружение у кого-либо другого со стороны, чтобы милитаризировать регион. Игорь Юрьевич, на ваш взгляд, по вашему мнению, насколько реалистично, что Армения будет закупать вооружение в западных странах? Опять же говорю, страны ОДКБ, они даже вообще не думают об этом, чтобы покупать оружие вне рынка стран ОДКБ. Если и покупают, то друг у друга. А вот Армения говорит, что якобы они там рассматривают разные варианты. Ваше мнение? Разумеется, Армения, как суверенная страна, может закупать оружие у любого производителя. Это ее суверенное право. Но есть несколько важных обстоятельств, которые при этом надо учитывать. Первое. Денег у Еревана на закупку современных истребителей нет. Поэтому чем она будет платить Швеции за приобретение истребителей Гриппин, непонятно. А вряд ли шведские производители будут предоставлять правительству Швеции кредит Армении с очень сомнительной перспективой его возврата и погашения. Очевидно, этого не произойдет. Рассчитывать, что кто-то даст Армении деньги для этого, тоже крайне сомнительно. По крайней мере, мы видим, что даже армянская диаспора в США не спешит вкладывать деньги в экономику Армении, а тем более же предоставлять Пашиняну кредиты под ружейные закупки никто не будет. Даже из очень богатых армян, проживающих за рубежом. Плюс, надо учитывать, что, конечно, с точки зрения России, да и других стран-членов ОДКБ, закупка западной боевой авиатехники Еревана будет воспринято как абсолютно недружественный жест. На самом деле, я думаю, что это такой, знаете, военно-политический шантаж. Специально вбрасывают в медиапространство вот эту информацию для того, чтобы каким-то образом повлиять на Россию. Известно, что Пашинян несколько месяцев назад проявлял интерес к российским боевым истребителям Су-30. Но, разумеется, как говорится, речь идет о том, чтобы Россия должна предоставить Армении новый кредит на закупку эскадрильи этих машин. Я думаю, что в контексте текущей ситуации в Ереване и вокруг Армении вряд ли новые кредиты подобного плана Россия будет Армении сегодня предоставлять. И вот заявление о готовности купить западную азиотехнику, это, на мой взгляд, все-таки, знаете, такой вот некий военно-политический шантаж. Стремление выбить из Москвы какие-то уступки в вопросе предоставления новых кредитов именно на закупку Су-30 в России. Я думаю, что эта политика не приведет к какому-либо положительному результату. И вместо вот этих вот метаний все-таки Ереван должен как бы определиться с перспективами, во-первых, его ДКБ и в партнерстве с Россией. Потому что все это не укрепляет авторитет. Вот поведение Армении не укрепляет авторитет у ДКБ. И, конечно, вот подобного рода военно-политические вбросы по поводу новых предпочтений Армении в закупке оружия. Но они, мягко говоря, не консилизируют и не вызывают никакого позитива в Москве. Мой следующий вопрос, опять же, касается и вас, Анастасия Ханума, и господина Коротченко. Но мы сначала, я предпочитаю, выслушать... Давайте выслушаем сначала мнение господина Коротченко. Значит, тут речь о чем? На ваш взгляд, Игорь Юрьевич, почему решение по генсеку о ДКБ не было принято в Астане? И было решено, скажем так, отложить его на месяц уже в декабрь, когда главы государств вновь соберутся в Петербурге. Чем мотивировано такое решение? Почему его нельзя было принять, допустим, в Астане? Слушайте, ну Пашинян уперся. Вот ему говорят, Никол, в закрытом формате, слушайте, вы сами эту ситуацию сделали, вы нанесли удар по ОДКБ. Все, следующий кандидат от Беларуси. Он уперся. И сколько его не пытались подружески и как бы с уважением другие лидеры стран, членов ОДКБ объяснять, что он не прав. Он уперся. А почему он уперся? Очень просто. У него впереди парламентские выборы. Если он сейчас согласится, что кандидат в этой республике Беларусь будет новым генсеком ОДКБ, это политически нанесет очень сильный удар. И по Пашиняну, и по тем политическим силам, которые он представляет. Естественно, накануне парламентских выборов, он не хочет своего политического ослабления. То есть здесь это такой чисто эгоизм Еревана, эгоизм конкретно Пашиняна, который идет вразрез с пожеланиями других стран, членов ОДКБ, и еще раз повторяю, это абсолютно неконструктивное поведение армянских властей. При всем уважении к республике Армения, другие лидеры очень четко дали понять Пашиняну, что он не просто неправ. Он, мягко говоря, совершает очень большую политическую ошибку. А подействует ли это на Ереван или нет, я не знаю. Будет 6 декабря, саммит новый, там будет понятно. Мой прогноз, мой прогноз, ну он 50 на 50. Скорее всего, может остаться Синеряков в качестве исполняющего обязанности генсеку ОДКБ, потому что вряд ли Пашинян проявит конструктивную позицию. Но если он вдруг ее проявит и проголосует за представителя от республики Беларусь, ну мы будем только рады, что Ереван все-таки извлекает уроки из своих собственных ошибок. Анастасия Хамов, опять же, ваше мнение, почему решение по генсеку не удалось принять в Астане? В принципе, если хотели бы жестко, они его приняли бы. Потому что откладывают буквально на месяц, в декабре снова соберутся в Петербурге и примут там решение. По какой причине это произошло? В АКБ решение, они принимаются путем консенсуса. Причем, там должно быть согласие всех сторон для принятия какого-либо решения. При этом, при всем при том, что оправа ВЕТА не имеется в этой организации. Если бы это имелось, там бы было, разумеется, сложнее. Но сейчас страны-участники пытаются найти консенсус. И даже при последнем заседании там пытались убедить Армению, что просто нереально то, что она предлагает. Поэтому желательно, чтобы она пошла на контакт, чтобы была рассмотрена новая кандидатура, ее утвердили, чтобы организация могла спокойно продолжить свою деятельность. Сейчас, что он делает? Он просто ставит такой камень, который замедляет работу и действия организации. Грубо говоря, сейчас между странами существует недопонимание, существует та ситуация, когда невозможно принять какое-то одно решение. И всему проблема именно поведения самого Пашиняна. На мой взгляд, сейчас дали ему время, месяц, когда он может каким-то образом понять ситуацию. Плюс те незапланированные выборы, которые должны, парламентские выборы, которые должны пройти в Армении, возможно, страны пытаются дать небольшую отстрочку, чтобы все-таки эти выборы состоялись, и уже после этого Армения могла пойти на какой-то консенсус, пойти на согласие той сложившейся ситуации. Следующее, возможно, заседание, которое пройдет страну ДКБ в декабре, потом уже он может пойти на компромисс, потому что та цель, которую он сейчас преследует, это просто укрепиться власти. Это просто держать своих сторонников рядом с собой, говорить им то, что они хотят услышать. Самое главное, что продержать туда выборов. И мой заключительный вопрос, Игорь Юрьевич, я хотел бы, чтобы вы высказались по такому поводу. Не кажется ли вам, что вот используя, скажем, вот ту ситуацию, которая сложилась в рамках ДКБ, это имеется в виду напряженность, потому что в Армении ситуацию с генсеком называют, то есть с вопросом генсека, то есть имеется в виду, что неназначением армянское, то есть тем, что армянское предложение в данном случае не воспринимается, не принимается странами ДКБ, воспринимается как откровенный заговор, они считают, что против них строят какие-то заговоры в Астане в данном случае, и не дают им назначить их генерального секретаря, у них попытаются это взять. То есть используя все это, можно ли предположить, что Армения будет, скажем так, дрейфовать и уходить от ДКБ и разного рода интеграционных процессов в рамках всего постсоветского пространства, по крайней мере в данной ситуации, когда они говорят о заговоре, скажем так, у них есть повод. Слушайте, ну это заговор в головах тех людей, которые, собственно, делают такие заявления, знаете, ну конспирологические теории хороши, но извините, давайте еще раз вернемся к истокам проблемы. Американское посольство в Ереване поддержало армянского Навального по фамилии Пашинян, в результате чего он пришел к власти. Вот основа. А Пашинян пришел к власти в результате цветной революции вследствие системной коррупции везде армянской политической элиты прежней, которая сегодня сметена революционным движением Пашиняна. Понимаете, вот истоки. Поэтому, прежде чем обвинять УБКБ, Россию, я не знаю, Азербайджак, Лукашенко, надо разобраться в самой Армении. Понимаете, все проблемы, которые есть в Армении, они от некомпетентного прежнего руководства. К сожалению, правящая партия Армении не смогла ответить на этот вызов времени. Она просто повела себя как КПСС в 1991 году. Безропотно сдала власть. Власть валялась. Ну так это проблема внутри Армении. Пусть Армения разберется со своими собственными проблемами. Будет стабильной, процветающей. И не занималась бы вот этими всякими, знаете, концентрологическими теориями, что против Армении заговора. Никакого заговора против Армении нет. К Пашиняну и к Армении все относятся с уважением. Мы хотим, чтобы Армения и Пашинян относились к другим странам, членам ОТГБ с таким же уважением. Не подставляла нас. А тем, будем называть вещества именами, Пашиняну и Ереван нас просто подставили. В момент острейшего противостояния России с Западом, России с США, Пашинян сыграл роль такого вот троянского коня. И теперь он что хочет, так сказать, получать какие-то дальше дивиденды за счет своего поведения? Нет. И страны-члены ДКБ ему сказали, хватит, будет белорусский председатель, белорусский генгстер. А что касается будущего, понимаете, ну, еще раз говорю, Армения делает зверенный выбор, навязывать ей курс. Надо поднимать экономику, улучшать климат, решать Карабахскую проблему, возвращать оккупированные территории для того, чтобы разблокировать экономическую блокаду вокруг Армении. Вот чем надо заниматься, а не поделить экономику. Ну что ж, Игорь Юрьевич, большое спасибо вам за участие, за ответы. Анастасия Ханум вам тоже за интересные содержательные ответы. Я напоминаю, в рамках передачи Актуально сегодня мы говорили о непростой ситуации, сложившейся по вине Армении. В рамках ОДКБ на вопросы отвечали главный редактор российского журнала национальной обороны Игорь Коротченко и помощница президента Международного фонда Евразия ПЭС Анастасия Лаврина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...